3D-эффекты. 3D-эффекты тоже три вида, три подкоманды. Давайте каждую подкоманду посмотрим поподробнее. 3D-эффекты находятся в меню «Эффект 3D». Если не ошибаюсь, в русскоязычной версии «Объемная фигура» или «Объемный объект» так называется этот эффект. Очень важная рекомендация. Для любой подкоманды рекомендуется объекту задать либо заливку, либо обводку. И то, и другое. Если задать объекту, эффект не очень красиво будет смотреться. Давайте попробуем. Возьму самый простой объект. На самом простом примере начинаем изучение. Дальше, конечно, как всегда, вариации на тему. Беру вот такой прямоугольник без обводки. Она закроет, к сожалению, эффект света и тени без обводки, только с заливкой. И обращаясь к первому же 3D-эффекту. Extrude, Extrude & Bevel, экструзия, выдавливание и кромки, скос. Сразу, как только мы попадаем в это диалоговое окно, мы видим, как у обычного прямоугольника получается, появляется тело. Тело или экструзия. Первым делом мы в этом диалоговом окне задаем Extrude Depth, глубину этой экструзии. Пожалуйста, абсолютно любая глубина. Когда даем такую большую глубину, иной раз очень хочется задать перспективу, чтобы та дальняя часть немножко уменьшалась. Перспектива, пожалуйста, хотя бы чуть-чуть, не так сильно, где-то 40-45 градусов. Конечно, есть поля с точными размерами для вращения по горизонтальной оси, для вращения по вертикальной оси и для вращения самого объекта. Но чаще всего мы будем работать именно с этим кубиком в окне просмотра. Мы можем поворачивать сам объект по горизонтальной оси, по вертикальной оси. Все делается здесь вручную. Концы КАП могут быть закрытыми, как сейчас, и открытыми. Закрытые, чуть-чуть в одну минуту, или открытые. Бэвел, скос. Пожалуйста, по умолчанию отсутствует скос. Вы можете выбрать классический, задать нужную глубину. Вы можете выбрать комплексные. Это просто как дополнительный нюанс. Далее. Сорфейс. Поверхность. По умолчанию пластик шейдинг. С блестящей тенью. Можно выбрать без теней. Но это совсем неинтересно смотрится. То есть остается исходный цвет без теней. Без ничего. Поэтому очень рекомендуется либо оставить как есть, пластик шейдинг. Либо, если интересен каркас, вообще без цветов, а именно каркас. Рекомендуется выбрать в этом списке первую команду, wireframe. Пока оставлю как есть. Очень хочется со светом немножко поработать, с источником света. Чтобы открыть диалоговое окно полностью, обязательно нажимаем кнопку More Options. Больше опций. Еще раз. More Options. И здесь появляется еще одно окно просмотра с одним единственным источником света, так назовем лампочкой, который вы можете перемещать куда угодно. Также лампочку с самой первой кнопкой под этим окном вы можете отправить на задний план и обратно на передний план. То есть такое перемещение назад и вперед. Если одного источника света мало, добавьте еще. New Light. Новый свет. Новый источник света. Пожалуйста, поставьте в любое место. Если вам кажется, что этот источник света слишком яркий, вы можете интенсивность этого источника уменьшить. Уменьшаю интенсивность этого источника до где-то 80%. Если слишком много источников добавили, конечно, есть смысл удалить. В корзину. Delete Light. Об остальных ползунках чуть позже, сейчас с прямоугольником, ничего не будет понятно. Цвет тени это черный цвет по умолчанию. Вы можете выбрать абсолютно любой другой, если это, конечно, корректно смотрится. Пока оставлю Black, так как без теней только исходный цвет и источники света тоже не очень красиво смотрятся. С тенью, с источниками света, все так как надо. И пока еще одну команду просто покажу, расскажу, но пока не включу. Draw Hidden Faces. Draw Hidden Faces. Нарисовать скрытые стороны. У кубика 6 сторон. И мы видим только 3. Остальные 3 мы не видим. Чуть позже я сюда зайду и обязательно включу эту галочку. Посмотрим, как она работает. Окей. На всякий случай я сдублирую при нажатой Alt. Пусть будет их несколько. И смотрите, когда я пытаюсь применять к этому прямоугольнику другую заливку, например, градиентную, я вижу, что экструзия, тело становится серым. Дело в том, что иллюстратор не работает с другими заливками. Узорная или градиентная или тем более Mesh. Если очень хочется закрасить уже результат 3D эффекта, вам надо будет сначала разобрать оформление, затем разгруппировать один-два раза. Щелчком по пустоте снять выделение. Я показываю, у нас всего 3 объекта. И уже работать с любой заливкой, которая вам нравится. Пожалуйста. Вот так. Иначе другие заливки к этому объекту с эффектом не будут применяться. Ну что ж, хочется второй кубик отредактировать, а именно включать ту галочку Draw Hidden Faces, нарисовать скрытые стороны. Редактирование любого эффекта через панель Appearance. Нажимаю. Включаю. Включаю. И давайте посмотрим. Дело в том, что команда, начиная с всей шестой версии, не сразу реагирует, не сразу включается. Давайте посмотрим. Если мы нарисовали скрытые стороны, чтобы в этом убедиться, мы должны разобрать, разгруппировать два раза и, как ни странно, сразу команда сработала. Вон они три еще дополнительные скрытые части. Если вдруг команда не сработает, отмените все действия, уважаемые слушатели, еще раз зайдите через Appearance в это же окно, отключите и включите эту галочку. Она имеет некоторые капризы. Просто имейте ввиду. Поэтому все это делается именно так, разобрать, разгруппировать. И, пожалуйста, коробочка готова. И, как я уже говорила, есть такая возможность ставить символы, символы, которые сейчас здесь находятся на основной панели Symbols, на 3D-тело. Хочется побольше символов здесь увидеть, поэтому через библиотеку добавлю еще символы в основную панель. Пожалуйста. И пойду в режим редактирования. Хочется на третий кубик поставить несколько символов. Редактирование строго через Appearance, чуть-чуть отодвину, потому что там еще одно окно мы откроем. И здесь нажимаем кнопочку MapArt, художественная карта. MapArt, художественная карта. Открывается еще одно диалоговое окно, где мы видим список из тех символов, которые в основной панели Symbols. Допустим, хочу поставить бабочку. Обратите внимание, на самом 3D-объекте красной рамкой выделяется та область, с которой мы сейчас в данный момент работаем. Передняя часть очень хорошо. Я могу поставленный символ растянуть на всю поверхность, Scale to Fit. Я могу этот символ абсолютно спокойно трансформировать. Чтобы поставить на другие стороны символы, я перелистываю Next Surface, следующая поверхность. Следующая поверхность оказалась та дальняя поверхность, и если даже я поставлю что-нибудь, этого все равно не будет видно. Поэтому, чтобы не увеличить объем файла невидимыми символами, лучше удалим Clear, удалить. Перелистываю. Тоже скрытая часть выделяется красной рамкой. Не поставлю туда ничего, все равно не будет видно. Перелистываю дно, как говорится. А сейчас вот эта боковая часть здесь уже видно. Поставлю тут же, ту же бабочку. И смотрите, из-за перспективы на боковую часть бабочка ложится под углом на 90 градусов. Мы можем спокойно поворачивать бабочку, трансформировать, как нам хочется. И дальше перелистываем еще верхняя часть. Та же бабочка. Специально поставила ту же бабочку. Кстати, на одну поверхность строго только один символ мы можем ставить. Почему я специально так сделала? Чтобы вам показать такую ситуацию. У самого кубика свет и тень работают довольно интересно. А у символов полностью отсутствует тень. Чтобы к символам также добавить тень, мы просто включаем Shade Artwork. То есть применить тень к символам тоже. Еще есть одна функция в этом окне. И скрыть геометрическую форму, если вам интересны только символы. Окей. Окей. Сейчас сдублирую. Еще раз войду в это окно. Интереса ради включу режим каркаса. Wireframe. Каркас. Почему бы нет? Очень интересно. То есть те символы, которые сейчас и здесь присутствуют на основной панели Symbols, могут быть добавлены к 3D объекту. Строго на одну поверхность мы добавляем один символ. Я все это показала с заливкой, с замкнутой фигурой. Мы можем также, допустим, с помощью пера, создать не замкнутую фигуру и работать с ней. Возьму другой цвет обводки. Вот такой бежевый цвет. Вот так. Вот так. Ctrl и щелчок по пустоте, чтобы снять выделение. И к этой линии хочу применить ту же команду 3D экструзии. Включаю. Немножко вот такой поворот задам. Размер увеличу. И обратите внимание, здесь появляется такая ступенчатость. С прямоугольником этого не было. Здесь ступенчатость, градация есть. И чтобы не было такой грубой градации, Blend Steps, количество переходов цветовых мы можем спокойно увеличить. По умолчанию всегда 25 ступеней. Я могу спокойно поставить 100. И получается более гладкий переход. Могу также добавить любые источники света. И здесь смотрите. Интенсивность света я, конечно, могу уменьшить. Но остаются очень яркие пятна. Вот эти яркие пятна мы можем уменьшить и размер этих пятен. И насыщенность этих пятен. С помощью ползунков Highlight. Highlight – это яркое пятно, самое светлое пятно, пересвет, как говорится. Я и интенсивность могу уменьшить, и размер. Чуть-чуть смещу, пусть будет вот так вот. Вот такая ленточка. Окей. Очень хочется на эту ленточку, на поверхность этой ленточки, поставить слово «ленточка». Именно слово «ленточка». Возьму цвет какой-нибудь толстенький. Arial Black поставлю, чтобы потолще было. Цвет коричневый на бежевой ленточке, пусть будет еще более темный. И чтобы поставить текст на поверхность 3D-объекта, я текст должна преобразовать в символ, перетаскивая этот текст в панель Symbols. На вопрос, какой символ – MovieClip или графический, нам все равно. Это иллюстратор. Это для флеш-анимации важно. Окей. Нажимаю. Ну что ж. Выделяю ленточку. Редактировать строго через Eperis. Отодвину немножко. MapArt – художественная карта. И здесь очень сложно попасть целиком на всю верхнюю поверхность. Я сейчас вижу, что моя красная рамка выделяет ближайший мне край. Не устраивает. Я сюда ничего не поставлю. Перелистываю. Next Surface. Тот дальний край тоже не устраивает. Перелистываю. Вроде выделяется то, что надо. Поставлю символ в виде текста. Увы, это нижняя часть. Удаляю. Clear. Последняя надежда. Вот. Полностью целиком вся верхняя поверхность выделена. Это считайте, что повезло, потому что это произвольная кривая. Не всегда выделяется верхняя часть. Если вдруг у вас не будет выделена полностью верхняя часть, очень рекомендую пером с минусом удалять некоторые узлы. Чем меньше узлов, тем проще попасть целиком на верхнюю часть. Пожалуйста, вот такая ленточка. Шейд артворк. Окей. И окей. Функция потрясающе интересная. Пользуйтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...